Сельским предпринимателям Актюбинской области недоступны субсидии, которые предусматривает дорожная карта бизнеса 2020. Те, у кого нет недвижимости в районном центре или дорогого автомобиля, не могут взять кредит в банке. Решением проблемы занялась недавно созданная нацпалата предпринимателей. Какую поддержку предложили бизнесменам, узнала Елена Устимович. Предприниматель Павел Хохлов строит в Кандыгаше рынок для продажи скота. Здесь же будет убойная площадка лаборатории в будущем мясной павильон. Только реализовывать идею пришлось исключительно на собственные средства. Кредит в банке сельскому фермеру не дали. Самую проблему взять не вести, потому что банк требует залоговые обязательства большие. Требует с города, как Кюбинская. А наше имущество, наше магазин в районах, почему-то под залоги не идут. Но вот с более крупным проектом, расширением мясного и молочного поголовья, в одиночку сельчанину не справится. Руководителю крестьянского хозяйства необходимо около 150 миллионов тенге. На эти деньги он купит тысячу овец, 500 голов крес и лошадей. Однако расти и развиваться сегодня помогают лишь микрокредитные организации. Мы сейчас работаем, работаем под корпорацией и активируем агросервис. 6% дают, но сейчас мы с ним работаем. А если мы хотели с банками работать, вот такой трудный здесь. Мы хотим, что дома, который находится в селе, оценивало нормально, технику оценивало нормально. Что доступно было, вот тогда будет развиваться сельскохозяйство. Субсидии по программе «Дорожная карта бизнеса-2020» практически недоступны для сельских предпринимателей. Их проект рассматривают только три банка из 15 работающих. Но и там в качестве залога принимается недвижимость только из районного центра. Скоро хождение по мукам для начинающих бизнесменов закончится. Именно сельских бизнесменов очень сложно начать бизнес. У них нет залогов, чтобы пойти в банк. У них нет стартового капитала. Здесь только нужна поддержка, скажем, уже социавшихся коллег. Поэтому мы сейчас планируем создать фонд с выше миллиона долларов. И уже со следующего года финансировать именно сельских бизнесменов. Первоначальный финансовый фонд в клубе обеспечит казахстанская благотворительная организация. Дополнительные средства будут собраны среди коллектива национальной палаты. Кстати, членство в этой организации будет обязательным. И филиалы разместятся ближе к народу. То есть в каждом районе, а со временем и в каждом населенном пункте страны. Елена Устимович, Ботмолдогалиев, Айбек Даутов, Актубе.